Слушай, я придумал название, это «Смоленское проклятие». Всем привет! Мы на втором этапе РСКГ и у нас продолжается сериал. Если в Сочи это был сочинский результативный трэш, то в Смоленске у нас новое название, и это «Смоленское проклятие». Концепция «Смоленского проклятия» абсолютно противоположна относительно Сочи. У нас суперские тесты, отличная подготовка, все идет по плану, все работает как часики, но в гонках мы сталкиваемся с какими-то «чудесами» в кавычках. Карма или просто проклятие какое-то? Кара божья, да? Что угодно, может быть. Забегу вперед, все наши прошлые этапы РСКГ, которые происходили здесь, в Смоленске, к сожалению, повторились и в этот раз. Короче, смысл в чем? Я смотрел прошлые гонки в Смоленске, у нас не было ни одной гонки с очками. Второму этапу РСКГ мы придавали огромнейшее значение, и подготовку к нему мы начали по сути с этапа РЭ, который прошел на прошлых выходных. Мы взяли машину Михаила Милешина, который, к сожалению, пока не будет ездить в РСКГ, он сосредоточится на длинных чемпионатах и на тестах. И в рамках его автомобиля нам очень важно было протрясти машину, понять, что у нас вылезет в длинной дистанции, и получить уверенность в том, что на спринтовой гонке у нас будет все хорошо. На тесты перед этапом мы приехали во вторник, заранее разложились. Впервые на РСКГ мы получили бокс в свое распоряжение, и за это спасибо в кавычках Touring Light и GT4, которые этот этап пропускают. Но для всех остальных участников появилась возможность полноценно пользоваться всеми благами трассы. В среду мы откатали пять тренировочных сессий, выкатали время 1.39, и практически проехали время Ильи Обжигалова, что было рекордом для нашей Мазды 3. В следующий день, четверг, мы решили пропустить, потому что он был полностью дождевой, и по прогнозу не было никакого намека на то, что в гоночные дни может быть дождь. В пятницу мы продолжили тренировки и получили кучу позитива. В первую очередь от времени Антона, который в режиме квалификации на новых колесах проехал минуту 37.5. Для нас это было очень хорошее время, на полторы секунды быстрее Ильи Обжигалова. И мы по телеметрии видели потенциал и надеялись квалификацией даже кольнуть минуту 37. Суббота. Официальный день начинается с тренировки, на которой мы прикатываем колодки, и едем на бушных шинах минута 37.8. Это дает нам еще больше уверенности в том, что мы сможем ехать темп низкие минуты 38, высокие минуты 37. И для закрепления позитивной тенденции всего уикенда нам осталось хорошо проехать квалификацию. Но в квалификацию вмешивается сценарист, который должен соответствовать сериалу. А сериал наш состоит из не очень хороших событий. И в квалификации мы не можем собрать круг, в первую очередь из-за того, что нам срывают хорошую попытку. Мы упираемся в соперников и сами допускаем ошибки, вылетая за пределы трассы и лишаемся быстрых кругов. Как здесь Надежкин говорит, ух ты, посмотрите, это потрясающе просто. Вы знаете, друзья, я такое видел в последний раз в британском туринге, когда там действительно очень жестко настроенные подвески машин в 2000-е годы. Вот там вот в ягодных поворотах, прямо на двухколесах шли автомобили. В итоге в квалификации у нас седьмая позиция, что и определяет наше место в первой гонке. А во второй гонке происходит реверс, и наша седьмая позиция превращается во вторую. И старт с первого ряда вместе с Михаилом Митяевым. Через 4 часа после квалификации старт первой гонки. Мы были уверены в пилоте, в машине и были в предвкушении хорошего результата. На старте машина Максима Туриева замирает на стартовой решетке. Антон, к сожалению, из-за этого бросает газ, теряет разгон. И к первому повороту мы уже отстаем от пилотона примерно на 4-5 корпусов. Затем в течение первых четырех кругов мы не отстаем от основной группы. Вкатываемся в трассу, сильно не рискуем и готовимся реализовать свою скорость во второй гонке. На что и была сделана ставка по давлению в шинах. В конце четвертого круга с решительного бачка охлаждения слетает заглушка. У нас падает давление в системе охлаждения, тем самым охлаждение начинает ухудшаться. И через отверстие в решительном бачке мы начинаем терять охлаждающую жидкость. С каждым кругом температура растет. И по рации мы принимаем решение максимально охлаждать автомобиль, чтобы заехать в такие нужные для нас хотя бы 75%. На тринадцатом, подчеркиваю, тринадцатом, таком счастливом для нас круге, нам не хватает двух поворотов, мотор начинает очень сильно дымить. У нас произошел fuck up, как говорится. Мотор начал греться, 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 греться. Догрелся до 120 градусов. И на 120 градусах мотор сказал, не хочу так больше жить, я хочу умереть. И умер, собственно. А он как бы отвечает за свои слова, скажем так, мотор. За это ему респект, конечно, но не респект за то, что он не доехал гонку. Естественно, мы думаем об остальных участниках, чтобы, не дай бог, не залить трассу маслом. Сворачиваем на обочину вот в этом месте. И для нас гонка, к сожалению, заканчивается без очков. Мы теряем двигатель и команде предстоит тяжелая ночь для того, чтобы поменять мотор, разобраться в причинах этой поломки и подготовиться к очень важной воскресной гонке. Субтитры сделал DimaTorzok Воскресенье, финальный день этапа. У нас 10-минутная разминка в 11 часов и в 2 часа финальная гонка этапа. Чудеса в воскресенье начались в 10 часов 13 минут, когда начался дождь. И к этому дождю мы не были готовы, потому что мы не катали четверг. Мы не знаем дождевых настроек Смоленска, потому что у нас очень мало было дождевых этапов здесь. Но у нас есть опыт дождевой настройки на других трассах. Мы полностью перестроили машину для дождя, то есть мы заменили амортизаторы, пружины. То есть это прям серьезная дождевая настройка. И мы сделали ставку именно на дождь. А Смолен, кстати, трасса в дождь опасная. Во-первых, тем, что здесь образуются лужи. А эти лужи чреваты тем, что ты можешь там утонуть. Потому что как раз в прошлом году вроде трасса утонула на этапе РСКГ. Поворот целый утонул. И из-за этого отменили гоночный день, потому что там как бы просто невозможно было ехать. Там просто озеро образовалось диаметром, наверное, метров 50. Разминка была уже дождевой. На разминке мы прикатали, как нам казалось, мотор. И были готовы к дождевой гонке, которая будет просыхать, но при этом будет 100% полностью мокрая. Как бы потенциально, потенциально. Надо просто сохранить холодную голову пилота. Собрать идеально 15 кругов, которые в гонке у нас сегодня будут. И попытаться заехать на бодиум. Ну или хотя бы пятерку. Этого нам будет более чем достаточно для того, чтобы этап зачесть в плюсике, а не в минусике. На прошлом этапе в Сочи тоже была дождевая гонка. И Антону удался суперский старт. Здорово. Начинка стартовал. Секрет этого старта был в том, что мы стартовали со второй передачи, удачно подобрали обороты. И на старте уехали от двух своих соперников по решетке. На эту гонку был ровно такой же план. Но чудеса Смоленска продолжаются. Антон чудеснейшим образом прогрел передние колеса. И на старте мы словили сумасшедший зацеп. Обороты провалились до тысячи. И нас, к сожалению, обогнал весь класс суперпродакшн. Антон не растерялся. Обогнал сначала сам Вэлла из Каянца. И потом устремился за основной группой. Казалось, все идет по плану. Мы ускоряемся от круга к кругу, но тут вмешивается сценарист, который должен соответствовать смоленскому проклятию. На этот раз он выбрал масляную систему. Мы стали терять давление масла. И в конце пятого круга давление масла упало ниже критической отметки. У Антона загорелся ворнинг. Он сразу сообщил об этом по рации. И мы приняли решение заехать на питлейн. На питлейне звук двигателя нам дал понять, что гонку мы не продолжим. И нам осталось только расписаться в этом смоленском проклятии и начать собираться домой в Москву. Я очень часто своим пилотам привожу одно сравнение. Весь гоночный процесс, который происходит во время гоночного уикенда, я ассоциирую с приемом пищи, где есть первое блюдо, второе и десерт. Если в Сочи у нас ситуацию подсластил десерт, что является результатом в гонках, то здесь, в Смоленске, это было первое и второе блюдо. Мы провели отличную работу на тестах, показали рекордное время. И для хорошего результата оставалось просто проехать гонку и взять свои очки. Следующий этап у нас будет в Казани. В Казани мы были с Ильей Обжигаловым, с Василием Владыкиным и с Катей Бояриновым. Честно говоря, нам срочно нужно менять сценариста. И мы очень хотим вкусить все три блюда нашей гоночной кухни. А как это будет, вы увидите в Казани. Субтитры сделал DimaTorzok